срочно выполнив ваш заказ по созданию сайта моя специализация joomla и wordpress здравствуйте на связи федор васильев это урок поджума в этом видео мы с вами поговорим о такой возможности как обновление переопределений об этом мы как-то с вами раньше в руках не говорили давайте в этом видео более детально об этом поговорим у вас может здесь вот так же светится красным есть обновление переопределений и циферка стоит она естественно может отличаться она здесь возникает когда вы производите обновлении я обновил сейчас движок от joomla до актуальной версии и вижу здесь предупреждение прежде чем мы начнем смотреть я хочу сказать что все таки эта опция не для простых пользователей сайта которые не разбираются в коде это все же для людей которые понимают код то есть когда есть какие-то изменения в коде нам предлагают проверить это то есть мы просто мышка можем туда нажать увидеть где у нас есть переопределение на данном сайте я использую конструктор страниц gridbox в данном случае есть тема то есть шаблон и здесь я вижу 4 переопределения я могу нажать найти переопределение и увидеть в данном случае несколько файлов и я вижу в конкретном каком файле есть изменения юзер php и другие файлы что с этим делать то есть вы можете просто давай сначала посмотрим как с этим работать то есть если я жму на сам файл то есть я вижу путь конечный файл юзер php это редактируемый файл здесь структуру файлов да здесь есть классная переключатель показать исходный файл ниже нам будет показываться исходный файл вы можете сравнить отличие то есть что произошло с этим файлом после обновления дальше вы можете показать различия в коде и вот это уже интересно ниже вы можете видеть различия в коде то есть подсвечивается красным это исходный код и переопределенный строчка зеленым подсвечивается и вы можете видеть изменения опять же для простых обывателей это будет китайская грамота ниже здесь тоже в коде вы можете видеть соответственно исходный и переопределенный чтобы я советовал здесь сделать если нам просто их надо обновить все эти файлы как просто мы с вами обновляем шаблоны джум и так далее то конечно же перед обновлением я бы рекомендовал сделать резервную копию файлов и базы данных на вашем хостинге обязательно сделать резервную копию потому что файлы переопределенные обновите но кто знает вдруг что-то сломается да то есть вот эта вся история это уже для пользователей которые смогут что-то управлять кодом влиять на код вносить правки руками и так далее и соответственно если мы выйдем отсюда это надо будет просматривать каждый файл что там изменилось что сделать если мы скажем доверяем и нам нужно просто избавиться от этого уведомления который там светится красным можно просто все выделить и нажать действия удалить из списка они просто не будет появляться и отметить как проверенный до либо если это поштучно делается вот отметить как проверенные нажать вот на эту кнопочку либо как вообще можно избавиться чтобы у вас в консоли не выводилась вот эта вот история да это можно скрыть перейдем давайте в плагины давайте найдем эти плагины включим включенную тип надо зайти в два типа quick icon находим плагин проверка наличия обновления переопределений галочку снимаем это безопасно здесь backup делать не нужно это просто отключаем вывод чтобы это вообще на сайте не выводилась далее переходим инсталлер еще один плагин нужно отсюда отключить установщик переопределение вы можете просто нажать и прочитать здесь еще более подробное описание я просто их отключаю и это также можно назад включить панель управления перейдем и вы видите что здесь версия джумла показано проверка расширений проверка запросов то есть мы убрали эту ячейку которая нам позволю здесь глаза я бы наверное не советовал отключать обновлять код нужно переопределенные файлы обновлять тоже нужно чтобы идти в ногу со временем поэтому я сейчас их включу эти плагины назад представим что мы с вами допустим обновили все плагины шаблоны джумлу само обновили у нас видите теперь переопределение мы допустим доверяем нашим разработчикам и мы сделали backup сайта следующее действие мы сюда заходим ставим птичку здесь действия отметить как проверенное нажимаем далее переходим нажимаем закрыть здесь видим нет изменений светится зеленым и здесь тоже будет светиться зеленым надеюсь для вас урок был интересен и полезен на этом я его заканчиваю и мы очень скоро с вами увидимся в следующих видео пока пока друзья и Продолжение следует...